Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Судей. И сегодня мы будем читать 18 главу этой книги. Здесь рассказывается о том, как сыны Дановы грабят святилище Михи и уводят от него юношу Левита. И мы читаем. В те дни не было царя у Израиля. В те дни колено Данова искала себе удела, где бы поселиться, потому что до Толи не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. Ну, немножко непонятно. Сказано, что не было царя. А потом говорится, что вот какое-то было непрекаянное колено. Как это может быть взаимосвязано? Это взаимосвязано так же, как мы читали и в 17 главе, где говорится о том, что не было царя, и каждый поступал так, как считал для себя более правильным. То есть без единодержавия, хаос. И в этом случае колено Данова было непрекаяно, потому что не было царя, правителя, который мог бы четко разобраться с этим вопросом. И это колено, оно вот как бы болталось между другими коленами. «И послали сыны Дановы от племени своего пять человек, мужей сильных из Цоры и из Таола, чтобы осмотреть землю и узнать ее. И сказали им, пойдите, узнайте землю. Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита». Что значит «узнали они голос молодого левита»? То есть он совершал какую-то службу. И зашли туда, то есть где он совершал эту службу, в капище у Михи, и спрашивали его, «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь?» Давайте вспомним о Михе. Мы читали в 7 стихе 17 главы. «Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там». На самом деле, вот эта характеристика, она показывает непрекаянность этого левита, потом не надо думать, что он был из колена Иудина. Это такой корявый перевод. Надо этот стих читать так. «Один юноша из Вифлеема Иудейского, который, то есть этот Вифлеем, в колене Иудином левит, потому что левит не может быть из колена Иудина, он просто жил там, жил среди тамошнего колена. А сейчас он оказался на горе Ефремовой. И вот его здесь спрашивают мужи из сынов Дановых, что ты здесь делаешь и зачем ты здесь? А может быть, в этих словах некий упрек, что ты стоишь там перед этим истуканом? Он сказал им, то и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником. Они сказали ему, «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешно ли будет путь наш, в который мы идем». Они хотят воспользоваться этой ситуацией. «Священник сказал им, идите с миром, перед Господом путь ваш, в который вы идете. И пошли те пять мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно». Что значит покойно? То есть без войн, без конфликтов, без эпидемий. «По обычаю седонян тих и беспечен». То есть наподобие того народа, который известен как седоняне. «И что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть, то есть власть над ними, от седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились он и пять человек к братьям своим в Цору и из Таол, и сказали им, братья им, их, с чем вы? Они сказали, встанем и пойдем на них, то есть пойдем войною. Мы видели землю, она весьма хороша, а вы задумались, не медлите пойти и взять в наследие ту землю, когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля-то обширна. Бог предает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли. Вот то, что они говорят, что Бог предает ее в руки, они это говорят со слов Михи, который сказал пред Господом путь ваш, в который вы идете. И далее, 11 стих. И отправились оттуда из колена Данного, из Цоры и из Таола 600 мужей, припоясывшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириаф и Ариме, в Иудее, посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириаф и Арима, оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. То есть очень большой отряд, которые все были воины, припоясаны воинским оружием. «И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим, знаете ли, что в одном из домов сих есть Эфот, Терафим, Истукан или Тойкумир?» Похоже, что Истукан или Тойкумир – это имеется в виду одно и то же. Поэтому это надо писать не как истукан или Тойкумир, а истукан, запятая, или Тойкумир. Итак, подумайте, что сделать. «И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его, а 600 человек из сынов Дановых, припоясаны воинским оружием, стояли у ворот». 600 вооруженных воинов. «Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли и вошли туда, взяли истукан, и Эфот, и Терафим, и Литойкумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием». Что значит «стоял у ворот»? То есть, как бы остолбенел от страха, зачем они пришли. «Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, и Фот, и Терафим, и Литойкумир, священник сказал им, что вы делаете, то есть, зачем вы разграбляете это капище». Когда они все это сделали, он, конечно, возмутился. «Они сказали ему, молчи, положи руку твою на уста твои, и иди с нами, и будь у нас отцом и священником». Вот здесь мы видим, что этому юноше, левиту, предлагают стать отцом и священником над целым коленом, коленом данного. «Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевым?» Священник обрадовался, вот опять легкомыслие этой юности, этого левита, и взял ифот, терофим, истукан, и пошел с народом. То есть, он сам теперь уже участвует в расхищении капища михи. «Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжесть вперед. Когда они удалились от дома Михи, Миха и жители домов, соседних с домом Михи, собрались и погнались за сынами Дана и кричали сынам Дана. Сыны Дановы обратились и сказали Михе, что тебе, что ты так кричишь?» Миха погнался, чтобы забрать свое. Миха сказал, «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» То есть, он как бы говорит, «А как же не кричать в такой ситуации?» Сыны Даны вы сказали ему, «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое. И пошли сыны Дановы путем своим, Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой». То есть, он не видел, насколько их много, когда они подходили к его дому, а когда их догнал, вот это был самый решающий аргумент против него, их действительно было много, и он понял, что он не сможет отстоять свои права. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона. Первый раз мы прочитали, что они были как Сидоняне беспечные, а здесь указывается на то, что они были в каком-то военном союзе с Сидонянами, но так как те были далеко, они не могли за них заступиться. Он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела, то есть этот город. Город находился в долине, что близ Беф Рехова и построили снова город и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева, а прежде имя городу тому было Лаис. Само название Дан означает суд, но мы видим, насколько эти люди с колена Данного были неправосудны, они поступали вероломно. И поставили у себя сыны Дановы истукан, они должны были смутиться этим истуканом, а они поставили его у себя. И нафан же сын Герсона, сына Монасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановым до дня переселения жителей той земли и имели у себя истукан, сделанный Михаю во все то время, когда дом Божий находился в Селоме. То есть у них было альтернативное место поклонения Богу, истинное было только в Селоме, не в доме Михи и не в колене Дановым. Поэтому мы видим, что без управления царей нарушается не только политический порядок, социальный порядок, экономический, но и религиозный порядок. Вот этому могут нас научить эти две головы 17 и 18. Спасибо, Христос. . Христос. Продолжение следует...